Так, ну что, приехал в Краскомаркет. Через час откроется, так что... Есть часик сна! Ой, все, ребятки, через часик буду на связи. Пока, пареньки. Так, ребятулечки, ну в общем, помимо тачки еще занимаюсь получением всяких различных справок. Так, только что сдал медкомиссию спортивного врача с лицензией, со всеми делами, все как положено. Прослушал от него огромную лекцию о том, что нужно следить за здоровьем, нужно спать, нужно правильно питаться. Короче, он спрашивает. Так, график, график, ну короче, рацион дня. Утром кушаешь? Я говорю, ну как? Нет. Если, говорю, утром кушать, блевать, охота. Так, ладно, а сон? Я говорю, ну в 4 уснул, говорю, хорошо. А подъем во сколько? Я говорю, ну в 10. Ну в 10, как бы это, говорю, в идеале хотелось бы. Но, говорю, сын встает в 6.30. Так что сна тоже не очень. Ну короче, пиздюлину от него получил, прослушал лекцию. Сказал, да, конечно. Сказал, конечно же, да, буду следить. Все чики-мони. Все будет четенько. Ну и говорит, а говорит, когда ешь, то нормально. Ну типа, какая там поговорка. Утром, завтрак съешь сам там, обедом поделись с другом. Ужин отдай врагу. Я говорю, ну вот у меня, короче, ужин только плотненько. И причем, говорит, с хлебом не надо. Я говорю, вот с хлебом вечером. А еще на вечер, знаете, вот самое любимое, купить какую-нибудь намазку, короче, такую. Типа, творожную или там сырную. И взять хрустящий, огромный, огромный потом вот этот французский. И просто влупить его за вечер под супчик какой-нибудь. Вообще, или под коротку, под дожечку. Не, лучше под супчик. Блин, вообще за здрасте залетает. Он говорит, ну и все, твой, говорит, алгоритм вообще в шоке ночи. Сорянчик чуть-чуть язык заплетается, ну ничего. Все. Ай, отличная новость еще. Сейчас я еду, в общем, давайте по очереди. Lexus я сегодня днем увез на оклейку. Потом Lafette увез обратно, потому что там оставить его нельзя было. Забрал спойлер. Первый спойлер сделали вот эту, огромную лавку вот эту. Потому что, я так подумал, если на этапе разлетится карбоновый, оригинальный АТП-шный спойлер, это, ну, кощунство жесткое. Ну, я просто заплачу, наверное. Поэтому делаем сейчас спойлер. Устанавливаем, подгоняем потом в покраску. Сейчас еду забрать. Короче, АТП-шные у меня зеркала еще лежали, маленькие вот эти F1. Ну, оригинальные, четкие. Что-то туда-сюда примеряли, примеряли. Ну, короче, шляпно смотрится, поэтому сейчас еду покупать оригинальные зеркала, левые, правые. И не хватает у меня лючка бензопака. Вот сейчас еду за ними. Потом рассказываю дальше, что. Потом увезу это все в Detroit на покраску. И вот эти вот переезды с сервиса в сервис, в одном сервисе покраска, в другом сервисе сборка, в третьем оклейка, в четвертом подвеска. Ну, короче, вот так вот что-то кочуем, кочуем, кочуем. Вот, если честно, вот здесь вот уже вот это вот кочевание стоит. Потому что ты, получается, каждый раз с места на место огромное количество нужных инструмента, деталей, запчастей, зипа, тумбочек, мумбочек. Ну, короче, все вот это перевозишь. И получается, ты большие трудозатраты несешь. И временные тоже. Но, в итоге, пока что так. Поэтому, после того, как это все дам на покраску, продолжаю перевоз всех вещей в гараж все. То, что сейчас не понадобится. Еще заберем детали кое-какие от Миру. Воу-воу-воу, полегче. Приехали в царство альтозаводов. Что за свадьба? Там альтезы, тут альтезы. Здесь альтезы. Одна альтеза, вторая, третья. Там гитта, митта. Здесь, пожалуйста, бампера, двери, капоты. Все в металл. О, кстати, я вот хочу телевизор новый установить на свой первый Лексус, чтобы фары вот это все штатно поставить, а не колхозные всякие башбары. Короче, надо вот эту штучку тоже прикупить, по-моему. Ну, что, между делом, решил заскочить к новой малышке. Вот такая она сейчас. На каркасе от Кивамару. С порядковым номером номер E92-001. В Лексусе тоже был 001. В общем, много всего выпилено. Имеем уже задний подрамник под Винтерс. Винтерс уже примерен. Сейчас он переехал пока что в Лексус. Новый не приехал. Каркас решил заехать кислотным грунтом. Запшикать, чтобы ничего не окислилось. Был как новенький. Поэтому подготовить. Потому что сейчас, короче, пока Лексус отдал на оклейку винилом, есть время подзаняться ей. Я думаю, на днях как раз этим и займемся. Рулевой вал. Кастомный. Входная группа вот такая. Решили отличиться. Лесенку не делать. Как по мне, получилось модно, стильно, молодежно, короче. С ковшом примерялся. Локоть, если вы далеко сидите, локоть ровно пролетает вот сюда. Ну, если вы там супер-пупер, короче, тэквондист, каратист, руками там во все стороны вращаете, то локоть ваш будет в целости с сохранностью. Здесь много чего поотпилено, там поотпилено. Ну, короче, нормально так поработали уже. Плотненько. Сюда у нас заехала вот такая распорка. И лопата. Лопата вообще чудная. Усилили стаканы. Завязка на стаканы. Завязка в ноги по регламенту. Там сразу арки расширили, чтобы, я не знаю, с кастером 5 ездить. Ну, если честно, еще не вымерял. Ну, короче, нормально там отпилили всего. Что очень важно. Вот этот усилитель треугольный расположен именно так, чтобы без его снятия можно было спокойно поменять свечки. Как вы понимаете, в общем, время это, возможно, проигрыш или выигрыш. Короче, заморачивались по максимуму. Что еще? Да, она съемная. Свечи можно поменять. Здесь все лишнее точно так же отсверлили и отпилили. Телевизор хочу оставить в штатную верхнюю рамку, потому что она, ну, при его массивности, если все лишнее отпилить, она очень четенько смотрится. Сверху покрыта пластиком. Ну и, в общем, все гармонично выглядит. И самое главное, можно фары нормально закрепить, чтобы все было в зазорах четенько. Никакой колхозный башбар не хочу. Долой башбары самоварные.